Вот уже полтора года день и ночь, без перерыва на обед и без выходных. В воздухе парит 28-тонный контейнер. Испытание временем и петербургской погодой. Последние перед реализацией уникального проекта. Грузовой магнитно-левитационной транспортной платформы. Чем разработка петербургских ученых отличается от зарубежных аналогов? И как это работает? В Петербургский государственный университет пути сообщения. За ответами отправился Артур Ходриев. Множество синих кружков со стрелками. Уникальная схема распределения магнитных полей. Простой, на первый взгляд, рисунок скрывает решение двух самых важных задач, которые стоят перед создателями левитационной грузовой платформы. Задача А. Получить как можно больше магнитное поле, как можно более мощное магнитное поле, чтобы можно было больше груз поднимать, а с другой стороны стабилизировать. Для Анатолия Зайцева эти исследования дело всей жизни. Изучать технологию он начал еще советским студентом. С тех пор проекты летающих транспортных платформ были реализованы в Японии, США и других странах. Но петербургская разработка превосходит все существующие проекты сразу по нескольким показателям. Она экономичнее, грузы могут передвигаться быстрее. Использованы новые строительные материалы. На этом стенде ученые проводят испытания. Сейчас платформу разогнали до 90 км в час. Но даже если ее увеличить до 550, никакая сила не сможет сбить платформу с пути. Вот видите расположение магнитных сборок. То есть там элементарные магниты. Они в такие сборки собраны. И вот взаимное положение полей заставляет, так сказать, вот эту конструкцию занимать центральное положение. Наблюдая за экспериментом, поверить в реальность технологии сложно. Поэтому изготовили глобальный макет. Был скепсис, что одно дело, какие-то небольшие модели. Было сомнение, что при масштабировании что-то получится. И люди, даже имея высшее образование, не верили, что это возможно. Громоздко она сделана для демонстрации ее возможностей и зазора. Вот эта часть конструкции, естественно, будет отсутствовать. Она не нужна на действующем образце. И в принципе это тоже. Платформу уже показывали зарубежным ученым и бизнесменам. Большое впечатление она произвела и на губернатора Георгия Полтавченко, и на министра транспорта Максима Соколова. Парящий в 25 миллиметрах над землей контейнер никого не оставляет равнодушным. С ним ничего не случится? Не знаю. Может и случится. Я серьезно говорю. Мы телефоны оставляем. Без часов люди остались. Так, монетка. Попробуйте. Так, 10 копеек. А налетать-то не будет между магнитами? Нет. Опа. И нету монетки. Нету монетки. И народное тело нарушить работу магнитов не способно. Контейнер висит в воздухе уже полтора года. По сути, испытания петербургской погодой – это последний этап исследований. Инвесторов, которые готовы вложить деньги в строительство первой магнитной линии, хватает. Определенно, эта технология способна направить весь мировой транспортный бизнес по новому пути. Один человек способен сдвинуть платформу 28 тонн. Судя по всему, ну сколько, Сергей, лет через 10, да? Да. Это абсолютно новое слово в транспортной логистике. Главное, чтобы все у ученых получилось. Артур Ходорев, Юрий Юхнин и Мария Дмитриева. Телеканал Санкт-Петербург.